Товарищ полковник, личный состав, поиск частей Щелковского местного гарнизона вознаменование дня воздушного флота построен. День авиации, день военно-воздушных сил, день воздушного флота России. Как бы ни назывался праздник, для нашего района он один из главных в календаре. В третье воскресенье августа чествуют всех гражданских и военных авиаторов, пилотов, штурманов, бортпроводников, испытателей, авиастроителей, инженеров, работников, авиационной инфраструктуры и, конечно, ветеранов. Праздничный митинг прошел в микрорайоне Чкаловский. Щелковский район – колыбель военной авиации. На всю страну и далеко за ее пределами славится Чкаловский. Своими традициями, ветеранами авиации, нынешними героями-летчиками, мы по праву гордимся покорителями неба, родившихся на Щелковской земле. Более ста лет многие поколения летчиков, военных ученых, конструкторов, испытателей писали героическую историю отечественной авиации, обеспечивали безопасность страны и укрепляли ее боевую мощь. Сегодня личный состав Воздушно-космических сил правоприемника ВВС по-прежнему способен на героические поступки. Летчики осваивают современные образцы авиатехники, демонстрируют мощь русского оружия в борьбе с международным терроризмом, выполняя боевые задачи во имя мира. И здесь, безусловно, весом вклад Щелковской земли, чего стоит один только легендарный перелет экипажа Валерия Чкалова из Щелкова через Северный полюс в Америку. Из военных летчиков был сформирован первый отряд космонавтов, положивший начало эпохе освоения космического пространства. В научных институтах Чкаловского гарнизона учили и учат самолеты летать, а 8-я авиационная дивизия особого назначения выполняет в интересах государства задачи особой важности. Желаем небесных улыбок, легких полетов, минимального сдвига ветра и максимального коэффициента везения. Я хотел бы сегодня особо отметить заслуги и подвиг наших ветеранов, которые самопожертвованно, мужественно отстояли в годы Великой Отечественной войны свободу и независимость нашей страны, которые в послевоенные годы строили наши и создавали мощные вооруженные силы, военно-воздушные силы. День воздушного флота. Это день кружеников, день воинов, день тех, кто ежедневным трудом делает авиацию доступной практически каждому. Ведь каждый из нас садится в самолет и перемещается в пространстве за какие-то часы, не думая, какими трудами это все дается. Год назад в Чкаловском был создан мемориальный комплекс, на котором увековечены имена ушедших героев, чтобы помнили и гордились будущие поколения. Этим летом там открыли памятник погибшему в Чечне вертолетчику Андрею Савгиренко. У меня четыре авиатора, вся семья наша связана давным-давно с небом, наверное, на всю жизнь уже. Так этот праздник для нас, конечно, очень большое значение имеет. Для наших внуков они очень гордятся нами. Те, кто с детства влюблен в небо, он никогда не поменяет эту профессию, никогда не изменит свой путь, который избрал. Это действительно так, подтверждает полковник авиации в отставке Владимир Жердев. Мы лучшие, и наш поселок, микрорайон, аэродром, гарнизон с гордостью носит имя легендарного Валерия Чкалова. У нас на ангаре там такой плакат висел, летать дальше всех, выше всех и быстрее всех. Вот такой призыв был у нас на Чкаловском районе. Мы это, летчики наши, оправдали это, и наш гарнизон заслуженно несет название имени Чкалова. То есть мы продолжатели его дела, его всех тех начал, которые он задумывал, задумывал, чтобы авиация наша была лучшей в мире. День Воздушного флота России. Праздник, который объединяет и гражданских, и военных авиаторов, а значит, имеет особое значение для Щелковской земли. Поэтому именно в День авиации стартовала обширная программа празднования Дня Щелковского района и городского поселения Щелково. Ирина Микеда, Станислав Виляев, телерадиокомпания Щелково.